Мы приехали в этот маленький городок, пока не захваченный пророссийскими активистами, чтобы посмотреть, как живут здесь люди. Первое, что мы увидели, это блокпост. И хотя полицейские попросили не снимать их, они рассказали, что находятся здесь уже больше недели и следят за тем, чтобы в город не провозили оружие. Над многими административными зданиями региона сегодня развиваются российские флаги, но в Марьинке флагов вообще не видно. Местные чиновники рассказали нам, что несколько дней назад люди в камуфляже приходили к ним и поменяли украинский флаг на российский. Однако никого из администрации не тронули, а флаг потом и вовсе убрали. Так что сейчас в городе сохраняется хрупкий нейтралитет. А вот это что-то новенькое. Столбы в центральном сквере раскрашены в цвета украинского флага. Это выглядит как символ верности Киеву, хотя никто не смог не сказать с уверенностью, кто и когда занимался раскраской. У нас маленький городок, мы живем тихо, мирно, свободно. Мы хочем дружить и с Россией, и с Европой, жить в целостности Украины. Вот и все. А рядом проходит митинг сторонников Донецкой Народной Республики, которые выступают за проведение 11 мая референдума о федерализации. Лучше всего, чтобы не было войны, просто отделиться и все. Они сами по себе, мы сами по себе. А как вы думаете, и так и получишь, что отделятся? А другого выхода нет. Если кошку с собакой в клетку посадить и постоянно их тормошить, как вы думаете, будет что-нибудь хорошее? Так себя чувствуете, да? Да. Лучше отделить их по разным углам. Их сами себе живут. И так будет и тем, и тем хорошо. У меня в руках листовка, которую раздают участникам митинга. В ней призывают к референдуму и предлагают сделать выбор. Собственно, выбор это, по мнению авторов листовки, и нет. Оставайтесь с Киевом, и вас ждет безработица и рост цен. А Донецкая Народная Республика – это тесные экономические связи с Россией. Не политические, подчеркиваю, а экономические. Ну и рост зарплаты, пенсии, разумеется. Неудивительно, что собравшиеся выражают бурную поддержку и скандируют «Россия! Россия!». Митинг проходит мирно. Здесь нет вооруженных людей в масках, как о многих других городах на востоке Украины. Его организаторы уверяют, что люди откровенно выражают здесь свое мнение. А мнение это таково, что Киев больше не представляет их интереса.